И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Да, давно я уже это не говорил, но я продолжаю играть на сервере Тамагочи с модом Анунаки. В общем, решил я начать с другого, но... Точнее, хотел я начать с другого, но решил начать с этого. Вели у нас... Как? Индейк. Индейк, индейк. Вот таких вот индейк вели. Говорят, у них очень много брони, и дамаг примерно... То есть, если дамаж 450, то дамаг проходит... Ну да, дамаг проходит очень мало. Так, давай-ка, короче, вот так поднимусь выше. Дамага проходит от него очень мало, и с них тропаются косточки. И, ну, собственно, вот я здесь переписывался, спрашивал, что-то как, и MHB написал, косточки дает, потом в котле смотрите рецепты, что сделать. То есть, как я понял, рецепты автоматически добавляются, как на Хэллоуин с маской. Вот, и, собственно, вот такая вот маленькая куропаточка добавлена нам ко дню благодарения. Ну, конечно же, в России и в русскоязычных странах это не отмечается. Но в странах зарубежных, а именно в Америке, к примеру, там День Благодарения очень даже хорошо отмечается. Ну и, собственно, они эту культуру, можно так сказать, и с помощью игр вводят, и в другие страны. Вот, такая вот куропатка. ХП у неё, давайте сейчас глянем. Сколько у неё хпшечки? Благо... У меня есть чем глянуть. Твою мать! Офигеть! 18 хп! 18 к хп... Он весь вся... Ха-ха-ха! Офигеть! Офигеть! 18 к хп! Офигеть! Нет, я убивать её точно не буду. В какой-нибудь из других серий я вам покажу, что это когда-то, ну, как вариант следующей серии, называли какого-нибудь маленького левла, и уже посмотрим, что это когда-то где. И вообще, есть ли смысл? Это посмотрим всё в котле. Вышло, кстати, новое обновление, 252-ое, что означает, появились новые динозавры. К ним мы как-нибудь в другое развернули, вернёмся, так сказать. Вышло новое обновление на группировки, назовём так, на группы. К этому мы сегодня вернёмся, собственно, судя по названию, вы уже поняли. Вот, и я запустил игру с эффектом No Sky. Что-то такое. No Sky Effect, вот. И FPS прибавилось. Честно, прибавилось. FPS немножечко. А разницы я не заметил. Я думаю, у меня просто небо будет сплошняковым, и всё. Что за эффекты от неба, я не знаю. Но суть в том, что реально FPS прибавилось, даже с постройками и так далее. А возможно, это добавилось, так сказать, игрой. То есть, они сделали оптимизацию, возможно. В этом плане я не спорю. Потому что они тоже делали оптимизацию. А возможно, и No Sky Effect включился. Я ещё потом хочу попробовать на Low Memory запустить. О, тоник Амнезия. Это то, что мне нужно. Вот. Попробую запустить на Low Memory, посмотреть, что оно мне даст. Там Low Memory 4 гигабайта написано. У меня 8 гигабайт, но всё-таки я хочу попробовать запустить и посмотреть, что это даст. Также попробовать покопаться в настройках. Я наткнулся на статью. Статья старая, но говорят, что она уже не работает. В общем, я хочу это всё потестировать, посмотреть. Благо, теперь времени есть побольше, чем раньше. И, собственно, есть возможность с этим всем покопаться. Вот. Ну, это я уже потом как-нибудь я вам расскажу, что-то, когда-где добрался до FPS. Наконец-то. И, тем более, я рассчитывал, что примерно через недельку у меня уже должен появиться новый жёсткий диск. А через пару неделек я уже всё переустановлю и попробую записать ARK на SSD. Опять-таки же расскажу эффект. Есть ли от этого толк или же нет. Не хотите это пропустить? Подписывайтесь на канал и уже, собственно, в каких-то из видео я также между делом расскажу. Но! А сейчас возвращаемся на базу, и я там немножечко вам расскажу кое про что. Ну и, конечно же, покажу. Так. Ну и переместившись на базу, мы видим такое. За 400 косточек мы можем призвать Додорекс. Ну, с Анунаки модом это не нужно. Есть также... Чё? А, расходуемое. В общем, индейка, в простом говоря. За 30 косточек. И... Кастер... Шапочка, так сказать. Можно надеть, то есть скин, а шапка вождя. За 20 косточек. Как тут пишут... Чуть не съела меня. Вот. Как тут пишут, в общем, убил... Чё? Шесть штук убил, все с трех укусов, и у всех 12 косточек. О, две косточки. То есть, нужно убить 20 индеек. У каждой... Как они говорят, по ходу дела, они все 250 левла. То есть, они реально все 250 левла, что означает все. 18 тысяч хп имеют. Вот. И по всем урон... Ну, в общем, если вы дамажите тысячу, то всего лишь соточка. Ну, вы поняли, да? Вот. Такие вот дела. Так. Что еще? Ну, во-первых, Адзака... Ну, он может. Сделал вот такой вот маленький подарочек. А что у тебя? Только там ранение какое-то непонятное. Непонятное ранение. Так. Тогда давай заберу. Использовать. Ну, типа использовать. Так. Отлично. О-о-о-о. Прямо сеть. Я чуть-чуть, скажем, не то. Кнопочка нажал. Вот. В общем, он мне подогнал элит Титана Бо. Понятно дело, всех элитных можно томить и так далее. И все хорошо. Понятно дело, на ней точно так же можно кататься. Она может также плеваться. Она дамажит. И все хорошо. Оглушение она вызывает около тысячи за один плевок. Точно вам сказать не могу. Вот. Характеристики вы сами видите у такого левла. Вполне таки неплохие. Скорость передвижения, конечно, есть смысл. Но управлять очень, очень, очень крайне тяжело. Потому что тяжело понять, в какую сторону поворачивают и так далее. Но довольно таки она быстрая. Даже при езде назад. Так же взбирается, как и обычные змеи, на скалы и так далее. Так что все без лишних заморочек. Все как положено. За что ему, конечно, огромное спасибо. Так, дальше. Что же я хотел еще рассказать? Вот знаете, летел сюда и что-то хотел еще рассказать. А вот и не помню, что хотел рассказать. А, кстати. Вот такую фигню. Разобрался, что за S+, структуры. И что они делают. Очень классная штука. Допустим, седло. Я хочу седло на топежаре сделать. Мне нужно 250, 260 кожа. Ищем здесь кожа. Где кожа? Жаль, конечно, здесь поисковика нельзя. Типа просто ввел и все. Нужно обязательно именно так искать. Допустим, ищем кожа. Твою мать. Срать, короче. Ищем селитру. Селитру у меня в двух местах, оказывается, лежит. В шкафу и термошкафу. Я хочу, понятное дело, взять все со шкафа. Мне он там нафиг не нужен. Поэтому берем все. Отмечаем. Либо вводим нужное количество. И нажимаем пул. И мы здесь получаем 27 штук. Офигенно. И сейчас я вам покажу, как это действует. Это так действует и на печке. Допустим, вот у меня стоит печка. Из S плюс структур. Нажимая пул. Пул ресурс. Ищем. Так, так, так. Мне что здесь нужно? Мне нужна металл. Ну, а, вот, да. Металл. Металл, как видите, у меня нет. Но если, допустим, буду искать дерево. Вот, тот же самый газ, да? Вот. Мне 640 показывают. То есть, у меня металла нету. Так что, все. Без лишних заморочек. Также, допустим, вот у меня ступка тоже из S плюсом. То есть, допустим, нахожу наркобэри. Всем принять. И, допустим, мне нужно испорченное сырое процедурное фиш. Так, редкий. А, вот, протухшее мясо. Как видите, у меня его много дофига где. И он учитывает абсолютно всех. И, кстати, тем самым можно разгружать своих это. То есть, берем все, 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 все. Со всех протухшее мясо. Чтобы не бегать по ним. Так сказать, со всех собираем протухшее мясо. Пул. Дон. Ну и, собственно, стакаем все это дело. Все. И теперь уже можно спокойно душой создавать наркотик. Ну, так сказать, чтобы не искать. Ну, а потом можно протухшее мясо все обратно в пятерный шкаф убрать. Вот. Удобная штука. И сейчас я вам покажу, что она делает. Так. Show Pool Range. И вот такую сетку мы видим. То есть, вот в этом радиусе он всех будет зацеплять. Так, Кицарь, тебя зацепило? Тебя зацепило. Вот. Собственно, вот в этом радиусе он всех, все шкафы, все предметы, всех животных, всех людей он будет цеплять. Кстати, насчет людей. Давайте посмотрим. Вот так сделаем. Так. Pool Resource. Портухшее мясо. Кицарь 1. Ага. Свой инвентарь он не учитывает. Потому что ты, дебил, и так можешь увидеть. Отлично. Ой, а вот эта штука классная и очень даже неплохая. То есть, я теперь могу спокойно взять это все дело и состакать. Так. Ну и ладно. Собственно, все, что я хотел рассказать. Так сказать, последние новости я уже рассказал. Только единственное, надо сеточку вот эту убрать. Ну, а теперь к самому основному. Собственно, из-за чего основное в конце, чтобы вы весь мой бред сначала посмотрели, а уже потом слушали нужное. Так сказать, чтобы дошли все-таки до нужного. А не выключились все нафиг. Вот. Группы. Группы, как известно, ввели группы для наших питомцев. Это, допустим, если подойти к кому-то, то появилась такая новая вкладочка. Выбрав которую, у нас появляется еще больше вкладочек. Класс for group и time for to group. Не знаю, что за team там. Там, 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 там. Не time, а там. В общем, не знаю. В общем, суть в том, что нужно класс for group. Обязательно. Выбираем. Допустим, выбираем первую. Ну, собственно, он у меня уже выбрал. Выбран. И выбран у меня бобер. Это первая группа. Группа лутальщиков. Теперь. Заходим в настройки. Есть вот такая вот кнопочка. Order and remove там. Причем там было класс, здесь там, если что. Ну, так сказать, для справки. Это у меня на нам блоке Dell, либо точка. Нажимаем ее. И, как видим, сейчас кто у меня выделен. Кстати, по стандарту она на Z. И срать теперь на другую кнопку была. Но я обратно на Z вернул. Мне это прикольнее. Вот. Как видите, у нас выбран... Показывают все, кто выбран. И если я скомандую им лететь ко мне, то лететь всем. То есть, вот, связь за мной всем, то они все полетят, все, кто выбраны. Но, смотрите, внизу над списком, над быстрой строкой, там ordering group, non, numpad, select. То есть, да, на нампаде, собственно, я... В целом, я смотрю, блин, на какую кнопку нажать? А давай, короче, на точку. У меня все равно она не забита. Вот. Я выбрал на нее. И не прогадал. Нажимаем, нажимаю на эту точку и выбираю один. Первая группа. А, блин, я же ремонтал тебя с группы. Точнее, я же автоматически нажал тебе. Так. Давайте посмотрим. Так и... О, так. Нет, не так. Как тебя добавить в группу? Так, допустим. Там написано, что, типа, добавить и убрать из группы. Допустим. Нет. Так, а если, допустим, я просто нам нажму и ничего это не даст, да? А, вот. Отлично. То есть, если я подхожу, нажимаю на нам... Так, сделаем вот так и вот так. Нет, не про канал. Ну-ка. Ты у нас ни в какой группе не стоишь. А, все понятно. Понятно. А если я на тебя нажму еще разочек, то ты у меня удалишься. Все, смотрите. Я разобрался. Подходим к нему. Напоминаю, у меня на точке, где нолик, enter и посередине точка. Если подходим к нему, к выбранному питомцу и нажимаем на эту кнопку, то он добавляется либо убирается из группы. И теперь смотрите. У меня только один бомбер. Подходим к дедикурусу, добавляем его и он добавлен в эту группу. Чтобы ходить по группам, просто достаточно нам пат нажать от нуля до единички. Ноль это десятая группа. Если второй раз нажимаем на эту группу, то выделяются абсолютно все. То есть, просто группу убираются. В данном случае мы работаем с группой 1. И соответственно так же к медведю, если подходим, нажимаем, то он добавлен. Но он нам не нужен. Теперь работаем с группой 1. Кстати, во вторую группу у меня добавлен вон тот птер, бодас птер. И к примеру, ну, этому вернемся. Нажимаем группа 1. И теперь свистаем всех, а бегут только они. То есть работаем с группой. Отменяем. Отменяем. И выбираем вторую группу. Ну, вы видите, да? Но при этом, смотрите, я на него не смотрю. Да, то есть, как бы, типа, а вдруг ты там выбрал, чтобы он призвался именно он. Но суть вы поняли. Вызвался, соответственно, именно он. Никто другой не вызовется. Такс. Отцепляем тебя. Вот. Чтобы, ну, разобраться в этом не сильно сложно. То есть, как бы, вы это привыкнете. Допустим, нам один это лутальщики. Нам второй, допустим, для томления. Нам третий, допустим, делайте, вот, допустим, нам третий, не третий, да, у меня, у меня мешание. Чтобы дамажить. Допустим, нам четвертый это у меня будет чисто летун. Вот. И нам пятый, допустим, я сделаю себе кицали, чтобы он у меня был на пятом именно для того, для перевозки. И в итоге, смотрите, сейчас подальше отойду, нажимаю нам один, лутальщики, нам два, там лени, нам три, мишаня, нам четыре, такого-то перепугал, нам четыре, я не переключил на нам пять. Ну, в общем, вы поняли, нам четыре, ой, нам четыре, это летуны, то есть, так сказать, ну, мне кицаль, мне нужно, надо на пять переключить и надо тебя вывести на нам пять. Так, теперь ты у меня на нам пять. Отлично, так, нет, вот так вот, и вот так вот, вот, на нам пять у меня чисто кицаль стоит. Все, есть фу, у меня выбран, допустим, группа один, я опять нажимаю на нее, ничего, так сказать, абсолютно все выделяется, точнее, отменяется выделение, и я могу опять они там стоят, нафиг надо. Вот такие дела, ничего сложного в этом нет, но, это еще не все. Разработчики добавили анимацию, когда им прибавляешь, то есть, своим питомцам прибавляешь левелап, так сказать, делаешь. Так, о, ты у меня уже получил левелап, и смотрите, что получается. Заходим в него, в управление, и добавляем тебе урон. Еще разочек, снова урон. Ну, вы поняли. Он просто кайфует от того, что он получил левел. Он реально кайфует от того, что он получает левел. И эта анимация, да, возможно, это как-то будет мешать и так далее, но это же прикольно. И у каждого своя анимация. Дедикуруса, вы видели, он просто валяется, там все дела, он любит кататься, поэтому неудивительно. У бобра анимация тоже своеобразно прикольная. Он махает хвостом, виляет жопой и реально ведет себя как некая собачка. И он очень счастлив в том, потому что ему подняли левел. Это прикольно. У Китсаля тоже прикольная анимация, но, к сожалению, я ему апнул, у него единственный только левел был. У птеров я не видел, но у меня есть там два пара птеров, которые я могу апнуть себе. Так. Давайте топижарку глянем. Топижару я не видел. Собственно, я специально не качал сильно. Заходим в управление. Я тебе качаю выносливость. Ну, так сказать, простая такая анимация, то есть просто без ничего такого лишнего, просто там довольная, счастливая и все хорошо. При всем приятном, смотрите, если мы находимся на ней, анимация будет точно так же проигрываться. Вот такие вот и дела. Больше выносливости. И, кстати, я вот смотрю, косяк уже конкретный. Пока эта анимация идет, то ты не можешь двигаться. Я пытался взлететь, прям я ржал на кнопку, а взлететь не мог. Так, тер, давай посмотрим у теров. Анимация. Так, тебе я хочу вкачать... Ну, давай урон. Тоже, без комментариев. Вполне прикольная анимация, так сказать, годная. Ну, у земноводных, понятное дело, то есть, тех, кто именно бегают и так далее, у них анимация все равно поприкольнее будет в этом плане. Так что тут не поспоришь. Но прикольно. Так же у меня есть Титан Боа, который тоже нужно вкачать, и я тоже хочу у него посмотреть анимацию. Ну, кстати, Кицель, жаль, нельзя показать, но он тоже прикольно, анимацию на него. Так, давайте посмотрим у Титана Боа. Есть у него что-то, и конечно же нет. Все-таки что-то из мода. так, и давай тебе скорость вкачаем. Нет, как вы видите, из модов никак что они не двигаются. Все-таки они из модов. Просто хочу скорость до 150 догнать, чтобы она прям была матерая. Хотя даже уже столько скорости вполне предостаточно. Прямо конкретное. Вот. В общем, стандартным она добавляет просто на ура. А, Мишанька, 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 Мишанька там долго совался не там, где нужно. Но у меня сейчас появилась идея, я сейчас скачуну Мишаню. Так, у нас всего лишь одна попытка посмотреть, что делает Мишаня. Так, отлично. Ты похавал, а теперь урон. Честно, я даже и представить не мог, что будет настолько прикольно анимация, но это прикольно анимация. даже лучше, чем вот эта анимация. Я уговорю, это просто офигеть, как круто. Я хочу увидеть у всех анимации, честно, я хочу увидеть у всех анимации, и со временем я буду показывать у всех анимации лава-лапа. Понятное дело, вам. Фу, ну это круто, это круто. Вот, вот, честно, от Мишаня, мне и так Мишка нравится сам по себе, какой он прикольный. Ну, вот эта анимация лава-лапа, просто садится на задец, там что-то лапами шевелит, это вообще кайф, это реально кайф. Мне нравится, мне нравится. Единственное, вот, у летунов что-то с анимацией не очень, но, по сути, опять-таки же, они же летуны. Что они? Ну, птица, они головой шевелятся, дела, по сути, у Китсаля ну, что-то наподобие. Вот, такие вот дела. Кстати, первый раз, когда я это лава-лапнул, сижу на дедикурусе, лава-лапнул, и смотрю, а где я? В ладуле, ничего палеть не могу, я просто проваливаюсь под землю, он же первый раз, вот на спину, я проваливаюсь под землю, я ничего палеть не могу, твою мать, что за фигня? Это было прикольно. Кстати, появилась новая анимация эмоций. Анимация 2. Что за left bracket и right bracket я не знаю, но я сделаю тебя, пожалуй, Давай сделаем на end. Чем-нибудь исправлю? А вот так, на end. Ничего не исправляется, тебе делаю на home. Отлично. Такс. И давайте смотреть, что за анимация эта. Ага. Это типа нет, это вторая эмоция. Негатив. 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 А что за первая анимация? Слушайте, а первая анимация не канает. Ну-ка, а если в сиди на ком-нибудь? Ну, окей. А что за анимация? Я не знаю. На 8. Мог показать эмоции я могу, да? Салют! Еберный театр. А-а-а. Ну вот, по сути, да. А, наверное, та должна быть анимация, типа, ой, нет и да. Но почему-то home не работает. Давайте я сделаю тоже end. Говорится, это кнопка рабочая. А, ну она в целом не работает. Я вот сейчас жму на end и не канает. Вот, такие вот дела. Непоняточки, непоняточки, маленькие непоняточки, почему она, первая анимация, не работает. Вот, сейчас нажму на how и все, анимация такой, типа, мотает головой. Не-не, чувак, короче, не-не, спасибо, не-не. Вот, но идея уже то, что анимация именно на бинды очень даже неплохо. По крайней мере, начало неплохое. Так, ну что, вроде бы последнюю новость рассказал, показал, что я в первую очередь увидел на обновлениях, так сказать. Ну да, меньше стало лагать и так далее. Непонятно, конечно, пока что из-за чего, но все же, уже получше стало. Рассказал, что да, как да, где. Кстати, вот такая фигня, я сейчас так подумал, вот эта S+, структура, это хорошо для кормушки. Штука, зараза, кайфовая. Просто реально ставишь кормушку, и чтобы пополнить едой кормушку, тебе достаточно просто зайти в нее и ты тем самым пополняешь еду. Допустим, вот, сейчас заглянем в Мишаню, да, у него просто два срачка еды, да, становится там. Ну, Мишаней бегаешь, добываешься, так далее, у него становится дофига еды. Та же самая элит Боа, как там, Титана Боа, у нее тоже дофига жрачки и так далее. То есть, ты просто загоняешь в этот радиус и закидываешь из нее через саму игру, через саму консоль, можно так сказать, именно все в кормушку, и, соответственно, все кормятся, все довольные, все счастливые. Вот такие вот дела. А, кстати, мне рассказал немножко про историю по Китцале. В общем, вкратце. Тамлю 600-го левла Аргентависа, записываю серию Бадас Аргентависа, записываю серию, серия фейловая, тем, что звук тихий. Я еще не разобрался, оказывается, как звук настраивать. Записываю другую серию о том, как с нуля притомить большого левла Китцале. Ловлю маленького левла Китцале 75-го левла с помощью Птера. И этот дебил, кстати, Аргентавис мы его завалили Додо Рекс. Блин, но пока он взлетал, в общем, короче, залагал, пока взлетал, в общем, Додо Рекс дыхнул, я сдох. В общем, сначала Аргентавис сдох, потом он второй раз дыхает, я сдыхаю. Вот, все, Аргентависа нету, печаль. Вот, в общем, ловлю Китцале 75-го лову, думаю, все хорошо. Кстати, именно Аргентависом я притащил сюда Дегита. Почему Дегит? Потому что он коричневый бобер и Норберта я тоже сделаю. Найду Норберта белого бобра, так что у меня будет Дегит и Норберт крутые бобры. И мне прикалывает этот мультик. Вот, и, в общем, ловлю Китцале 75-го левла, он у меня, получается, сдыхает от Додо зомби. Как? А я его, заразу эту тупую, оставляю курицу над водой зависнуть. То есть, вкратце, сейчас объясняю. Залазу я на него, взлетаю и вишу над водой. Завис, и такой, оп, и занырнул. Занырнул, все нормально, кристалл залутал, а это тупая курица, возьми и полети. И не куда-то, а на сушу, на Карна остров. А там зомби Додо. Ну, конечно, зомби Додо, просто шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. А стояла она зараза на пассивке, чтобы эта тварь никуда не улетела. Ну, понятное дело, она сразу издыхает. В общем, лишился я 75-го Китцаля, и, конечно же, фейловая серия тоже получилась. Ну, я думаю, ну, ей не расстроился, я притомил 100... Не помню, какого левела. Здесь у меня уже какой, 220, не помню, какого левела притомил. Вот, притомил нового Китцаля, и вот он, собственно. Как найду большого Китцаля, я вам покажу, как томить большого Китцаля с помощью маленького Китцаля. Маленького Китцаля томить очень легко. Любого левела бодас поясом этого птера ловите, и все ну-ка, что там у тебя? Так, скорая, 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 давайте скорой скачем. Да, все-таки бодас, и никакой анимации нет. Вот, кстати, не дайте все это, я все сделал, я вообще молодец, короче. Вот, и, собственно, вот так у меня появился Китцаль, но, к сожалению, не появился пока что еще большой левел Китцаль, потому что, во-первых, не было времени, во-вторых, я тогда его не нашел в 100 дней. Вот такие вот дела. В общем, вкратце я рассказал, что это когда-где. Вот этого я просто так притащил, хорошо, я молодец, я замечательный, и на этом с вами буду, пожалуй, уже прощаться, потому что, итак, серию конкретно затянул, вроде бы все рассказал, вроде бы все сделал. Продолжаю играть на сервере Томангочи, периодически буду запускать стримы, но не на этом сервере, а уже на других серверах, на которых я буду проявлять желание стримать. Вот такие вот дела, народ. В общем, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. Кстати, я здесь хочу поставить офигенно, просто офигеннейшую постройку. В общем, всем удачи и всем пока! Счастливо! Всем добра! Волон того бобра! И, конечно же, счастья! Пока!